Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас сегодня, 29 ноября, прямиком из Швеции. Рад видеть вас всех вновь, и наши зрители на Мирополисе, и наши зрители на Ютубе. Специально для вас в чате я оставил пару интересных ссылок на прекрасную информацию о том, что будет проходить сегодня. Точнее, то, что вы сможете поизучать после нашей встречи, потому что я уверен, что я заинтересую вас проектом, о котором пойдет речь. Ведь речь пойдет о транспорте будущего, о проекте международном. Народном, потому что он запущен с помощью сотен тысяч человек по всему миру. Более 200 стран и регионов мира объединились вместе для того, чтобы создать народную технологию, которой будут пользоваться абсолютно все люди на всех континентах и во всех странах. И, конечно же, пользу это принесет не только людям, но и всему живому на Земле, потому что это самый экологичный и безопасный транспорт на планете. Конечно же, за один час мне не получится передать вам абсолютно всю информацию, а проект наш уже на завершающих этапах. 14.3. 14 этап в завершении, и останется только 15 для того, чтобы абсолютно всю технологию объединить, сертифицировать и запустить в наш мир, для того, чтобы она приносила свою огромную пользу на всех континентах и странах. Конечно же, я быстренько пробегусь по важнейшим видео, которые предложу вам посмотреть после нашей встречи. Если вы на компьютере, либо, так скажем, на компьютере, тогда, пожалуйста, смотрите и открывайте, может быть, эти ссылки сразу, чтобы вам было чем заняться сегодня вечером или в ближайшие дни, либо, если вы смотрите нас на телефоне, тогда делайте скриншоты, чтобы потом найти наилучшую информацию, либо заглядывайте в чат, потому что там я именно оставил для вас всю эту наиважнейшую информацию вместе с ссылками. Множество видео можно посмотреть для того, чтобы понимание Юницкого пришло к вам. То, как этот ученый, который всю жизнь уделил науке, для того, чтобы человечество жило в содружестве с природой, в гармонии, помогало друг другу развиваться симбиотически, а не быть паразитами, которые вытягивают из недр земли все соки и оставляют вокруг себя после разруху. Именно наш проект, именно Sky World Community, именно Юницкий, это точки соприкосновения, гармонии, целомудрия того, как живет жизнь, как она развивается, как она процветает. И именно с помощью таких технологий, а точнее целой серии технологий, которые предлагает Анатолий Эдуардович, мы сможем построить рай на нашей планете. Кажется, что это невозможно? Ну нет. Вот, например, сейчас перед вами жилой кластер, в котором может проживать от тысячи до десяти тысяч человек. И при этом они будут полностью обеспечены абсолютно всем, что им необходимо. Тепло, свет, электронное питание, все для жизни будет в данном кластере. При том, что абсолютно ничего из окружающего мира может не доходить до данного кластера, и тем не менее жизнь будет прекрасно развиваться в подобном городе. Это новый тип городов, линейные города, эко-поселения. Стоит поизучать буквально чуть-чуть, и вы будете в полном восторге от того, насколько прекрасные технологии включены в эко-мир. За что, кстати говоря, в Братиславе в 2018 году в декабре в Словакии Анатолий Эдуардович получил премию мира. Не просто за одну технологию, о которой мы сегодня с вами в большей степени будем разговаривать, а за целую серию технологий, которые он изобрел за свою жизнь. Очень рекомендую посмотреть это видео, формула того, как будет развиваться наш мир, и что действительно ему нужно. Потому что здесь Анатолий Эдуардович буквально на пальцах объяснил и рассказал, как будет развиваться наш мир, что с ним будет происходить, и каким образом нужно сделать первые, самые актуальные изменения в данной технологии. Точнее, вообще в инновационных технологиях. Потому что все технологии, которые предлагает Анатолий Эдуардович, они действительно инновационные, легко доступные, легко интегрируемые куда угодно, полностью безопасные, экологически чистые и невероятно эффективные. Потому что у Анатолия Эдуардовича было достаточно много и времени, и критиков, для того, чтобы помочь ему, как оказалось в итоге. Но это именно мудрые люди могут использовать таким образом критиков и критику в свою сторону, для того, чтобы улучшать и создавать все лучшее и лучшее. Конечно же, новые рекорды Unisky Stream Technology и UST Inc. в Арабских Эмиратах, сейчас движение идет по всем фронтам. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее, и давайте начинать. Начнем со знакомства. Меня зовут Артем Курбанов. Около шести лет я уже знаю о данном проекте, но до этого изучил несколько десятков других, когда узнал, что люди объединяются на всей планете, международно, на разных языках, с разными менталитетами, с разных стран и континентов. Объединяются вместе для того, чтобы создать что-то хорошее, что-то лучшее, что-то инновационное для жизни других людей. Таким образом, проекты, какие-то товары, либо услуги производятся просто людьми, и именно самими потребителями, то есть с наилучшим качеством для самих потребителей. И создается такие проекты без группных корпораций, без банков, без государств. Только люди. Люди объединяются вместе. Например, у одного человека есть идея, и есть время на ее реабилитацию, есть желание, но нету средств. А у другого человека есть финансы, средства, какие-то, возможно, другие ресурсы, но нету идеи и нету времени. А есть третьи люди, у которых нету ни идеи, ни ресурсов, но есть время. И эти люди объединяются вместе для того, чтобы сразу со старта создавать международные компании, международные проекты, которые улучшают наш мир. Потому что люди для себя делают как раз то, что им более всего необходимо. И я изучил действительно много проектов, но я нигде не находил такого количества одновременно полезных факторов. Вот эти основные побуждающие факторы. Дамы и господа, если хотя бы даже один из них вам откликается, то вы сможете использовать ту информацию, которую сегодня услышите, в пользу своей жизни и в улучшении этого фактора. Но по факту вы можете улучшить абсолютно каждый из этих факторов своей жизни. Все зависит даже от того, куда вы направите свое внимание и как много сил и энергии туда будет направлено. Поэтому каждому человеку на нашей планете в данный момент, в эру 21 века, в эру объединения, мы сможем дать с помощью интернета всю необходимую информацию для того, чтобы не только сделать свою жизнь лучше, но и улучшить состояние всей планеты, дать возможность развиваться как технологиям, только уже в экологическую сторону, так и не мешать абсолютно всем другим существам. Ведь представьте, дамы и господа, просто представьте, сейчас по статистике, входит по миру и по интернету эта новость, нас стало 8 миллиардов человек. Но мы всего лишь один из 12 миллионов видов живых организмов. То есть, представляете, всего одна семья из 12 миллионов семей. Но мы самые влиятельные, мы делаем такой след от нашей жизни и после нашей жизни, что это серьезно сказывается на нашей планете. И мы видим, что происходит с нашей планетой. Мы видим, что происходит с экологией, с нашей землей. Есть технологии, которые действительно помогают жить достойно, развиваться, быть гармоничными. И с природой жить сообща, помогая друг другу, тем самым и природа получает пользу, и мы. Вот именно в эту сторону и направлены экологические технологии. Ведь что такое, по сути, технология? Это детище человека. Это наш ребенок. И потому как мы развились, мы зависим от наших технологий. И огромное количество из них очень полезно. Поэтому мы не сможем отказаться от техногенной сферы. Она всегда останется при нас. Но мы можем решать, каким технологиям быть и развиваться, масштабироваться в качестве и в количестве. А каким технологиям нет места на нашей планете? И на что хотел бы обратить внимание. Если человек или другое живое существо мы создаем из живого живое, то технология, она делает либо из живого неживое, либо из неживого неживое. То есть она идет в разрушающий ветр. Получается, то, что живое, и наши технологии, мы двигаемся в разных направлениях, не беря в учет в экологические технологии. Поэтому нам необходимо решить и принять то, что мы живем на планете. Это наш общий дом. И наше пространство, биосфера, она над поверхностью Земли и до поверхности стратосферы, так скажем. То есть здесь существует понятие экология, которую необходимо соблюдать для развития, гармоничного развития жизни. Поэтому именно в этой нише может жить либо экология, либо технология, которой у нас сейчас очень много. Я говорю про вредоносную технологию, которую, например, делают из живого, неживого, неживого. То есть получается, что и живое находится в этой нише, и неживое, наша технология, вредоносная технология, во многом ее проявлений, тоже находится на этой нише. Получается, что в этой нише может остаться только экологические технологии. Иначе при росте нашего населения, при росте наших технологий, нас, наше же детище, сожрет. По-другому слову, и не наберешь. Потому что оно потребляет все больше и больше. Особенно сейчас, с такой индустрией, с таким производственным циклом. Следовательно, как говорит Анатолий Эдуардович, земля должна быть для дома, а космос для работы. Технологии на Земле, в нашей биосфере, должны быть экологическими. Тогда все вокруг будет развиваться, жить и процветать. А вредоносные технологии, от которых мы не можем отказаться, которые нам очень нужны, их нужно вынести в ближний космос. Там, где не существует понятия экологии, там, где мы не сможем разрушать нас, как вид, и еще более 12 миллионов видов. И это, дамы и господа, очень важно. Потому что, если раньше мы не могли это сделать, то теперь мы действительно можем это сделать. Ведь сейчас в эру потребления и в пятом технологическом укладе, где приветствуются и расширяют наши возможности виртуальная реальность, интернет и гаджеты. Представляете, мы сейчас можем с вами находиться каждый в своей стране, каждый в своем доме, на своем любимом диване, а как бы находимся в одном и том же пространстве. То есть, в одном и том же пространстве мы передаем информацию. Вы можете задавать мне вопрос. То есть, у нас, можно сказать, даже интерактивное общение вместе с вами. Раньше такого даже представить, наверное, было трудно. То есть, как мы сейчас, наверное, думаем, вот здорово было бы телепортацию иметь, чтобы можно было... и в другой стороне находишься. Возможно, так лет 200 назад себе представляли интересно. А можно было бы, чтобы я с тобой разговаривал, не писать письмо, которое две недели идет, а чтоб я здесь говорил, а ты там через зеркало или через окно уже сразу же в реальном времени видел или видела то, что я говорю. То есть, как будто это тогда была магия и недостижима, а сейчас это меняет нашу жизнь и дает нам невероятные возможности. Ведь человек 21 века. Вот этот пятый технологический уклад, тот мир, в котором мы живем. И вот эти компании, которые сделали его таким. Конечно же, это не все, но это отличные представители, которые разобрались с информацией, систематизировали ее и сделали огромную пользу по поиску и пониманию, нахождению любой информации, которые нужны человеку. Компьютерные технологии, оперативные системы, интернет-кошельки, покупки и продажи в интернете. Все эти компании стали очень полезны, очень богаты, потому что они были необходимы людям. Хотя когда-то в начале люди не знали о них, где-то не могли понять, в чем преимущество будет в будущем. И только единицы могли это знать. Но опять же, информация тогда расходилась не так сильно. А представляете, какие возможности у нас сейчас? Каждый находится в своем доме, и при этом мы можем передать друг другу информацию о том, что развивается одна из подобных компаний, у которой потрясающее будущее. А почему? Потому что это необходимо человеку. Как когда-то у нас были пейджеры, а потом появился мобильный телефон. Человек всегда выбирает то, что ему лучше. Он последовательно... Ну, я бы говорил не то, что человек, человечество в общем, как единое целое, как здравомыслящий общий организм, который живет в доме планет Земля. Мы с помощью данных технологий перешли в новую эру. Наши возможности скорости увеличились до невероятности, но именно в информации. То есть мы передаем гигабайты за секунды, деньги за секунды в другую страну, разговариваем через страны уже без задержки, можем по видеосвязи позвонить на другой континент. То есть все, что связано с информацией, передается очень быстро. Но это все цифровые технологии, неосезаемые так сильно. Хотя мы же с вами физически. И дом наш физический, и еда, которую мы кушаем, физическая. Физический эквивалент, он слегка как будто отошел на второй план. Хотя он является очень важным. Играет большую роль прибыль, потому что информационные технологии сейчас очень-очень дороги в цене и приносят огромные прибыли. Но именно физическое ускорение даст нам абсолютно новый уровень развития. Переведет нас в шестой технологический уклад, в следующий уровень развития человечества. Для этого нам необходимо произвести революцию в технологиях. В первую очередь, это революция в направлении экологических технологий. То есть решить мы сейчас на точке развилки. Если мы пойдем дальше по вредоносным технологиям, несмотря на то, что они оставляют после себя, через два поколения, как предполагает Анатолий Эдуардович, мы можем дойти до точки невозврата, когда мы не сможем больше спасти нашу планету. Потому что мы расшатаем ее гармоничное состояние нашими вредоносными технологиями до такой степени. Даже не стоит, наверное, об этом говорить. Вы сами видите по новостям за последние десятилетия, какие были цунами, какие землетрязнения, оползни, торнадо и прочее-прочее. То есть наша планета, она тоже имеет терпение. Она живая. И она, если мы переборщим и перегнем палку, не потерпит этого, как живое существо. Стоит об этом узнать немножко побольше, потому что это действительно так. Но если мы продолжим и пойдем в сторону экологических технологий, то мы сможем с помощью наших технологий, с помощью наших компьютеров, роботов, искусственных интеллектов поддерживать все, что нам необходимо на нашей планете, освободив время нам, людям, как творцам, для того, чтобы мы больше творческие мыслили и более творчески действовали. Ведь нам не придется с помощью закрывающих и автоматизированных технологий, особенно если они экологичны, они могут работать самостоятельно. И получается, что такие технологии, они заберут у нас вредоносные, какие-то опасные работы, рутинную работу, то, что может сделать робот. И человек заживет абсолютно по-другому. И это возможно с технологиями Анатолия Эдуардовича. И та технология, которую мы развиваем сегодня, абсолютно доказывает это. Ведь перед вами не просто визуализация, перед вами конкретная технология, конкретные фотографии. Технология отождествленная, превращенная в металл, сделанная в материи, и продемонстрированная, испытанная, и уже на большую часть, более 80% сертифицированная, для того, чтобы во всех уголках нашей планеты с помощью такой технологии могли передвигаться как люди, как пассажиры, так и их грузы. Это революция в технологическом виде, потому что это полная экология, это полное освобождение Земли, потому что это транспорт второго уровня, который оставит нашу планету, можно сказать, в покое, с минимальными затратами ресурсов, времени, человеческого фактора, и сдаст максимум пользы. Ведь нет конкурентов у данной технологии. Тем более, что в данный момент она уже на завершающих стадиях развития. Вот так она выглядит. Уже более 10 тысяч человек почувствовали собственным телом, как это прокатиться на подобном транспорте, как это лететь сквозь или над вершинами деревьев, наблюдая потрясающий вид вокруг и понимая, что от этого транспорта, от строительства данного транспорта, от использования ничего из живого рядом не страдает. То есть полностью экологическая технология. Представляете? То есть транспорт, оказывается, может быть, например, в наших существующих городах. Кстати, эта технология не только для новых городов или междугородних переездов. Это поможет всем существующим городам, потому что нужно минимальный землеотвод для того, чтобы построить крепкую, мощную трассу с фантастически большим пассажиропотоком. Чуть ли не как у метро, при том, что задействованы будут ресурсов, энергии и времени в десятки раз меньше. Именно с помощью такого транспорта, я, кстати, катался на четырех видах из тех, что есть здесь, на данной фотографии. Этот транспорт, это будущее человечества. Ведь мы сможем перебрегаться 150 км в час в городе, 600 км между городами. А следующим проектом, одним из следующих проектов, станет проект передвижения в фар-вакууме от Анатолия Эдуардовича Реницкого до полторы тысячи километров в час. И эту технологию он предлагал еще более 20 лет назад. Но в эру нефти было не так просто протолкнуть подобные серьезные технологии, потому что они просто выключали чей-то очень прибыльный бизнес. И это можно понять, это можно взвесить. Понятно, откуда такая антипропаганда, откуда так много трудностей в возведении подобных всеми любимых, всеми жаждащих технологий. Потому что именно данные технологии одна транспортная новая технология, которая лучше всех традиционных, она сможет изменить жизнь людей и остальных видов живых организмов абсолютно на всей планете. Потому что люди ускорятся, их мобильность увеличится, они смогут за один день делать больше, делать больше работы, учиться больше, лучше, торговать лучше и дальше. То есть скорость и мобильность это огромная-огромная так скажем победа для того, чтобы наш мир и каждый человек вышел на новый уровень, чтобы его возможности расширили, чтобы он за свою одну жизнь успевал гораздо больше сделать. И при этом был в полной экологии, в полной безопасности. Ведь, представляете, у нас сейчас 8 миллиардов, будет 10 миллиардов, 12 миллиардов. Если сейчас наши улицы в наших городах и между городами захлебываются традиционным транспортом, он перестал быть эффективным и он стал невероятно вредоносным. Я не буду голословным, давай пройдемся по этим транспортам. Например, водные транспорты. Корабли тысячи лет помогают нам перемещаться, торговать, учиться, трудиться. Но сейчас, 21 век, от скорости подобных кораблей, они могут идти недели, могут месяцы идти до точки. И порт, тот способ, как разгружаются грузы, как долго они стоят, перебазируются там, и когда они уже отправляются до места потребителей, когда человек его получает, это огромный, долгий путь, который занимает огромное количество ресурсов. И как вы думаете, кто платит за все это? Конечно же, конечный потребитель. Поэтому в наших интересах сделать технологию, которая сможет помочь данному транспорту. И струнный транспорт второго уровня, он супергибкий, так его изобрел Анатолий Эдуардович. Он может проходить и над водой, он может проходить под водой. Его передвижение и еще несколько десятилетий назад Анатолий Эдуардович предлагал, как сделать через Атлантику транспортное сообщение. Стоит только поинтересоваться, дамы и господа, unitsky.engineer. На этом веб-сайте вы найдете очень много информации за последних 40 лет работы гениального ученого. Стоит только поинтересоваться. Продолжим дальше. 21 век и люди 21 века. И, конечно же, скорости 21 века наши самолеты с одной стороны они очень полезны и даже безопасны, потому что их аварийность действительно низкая. Но какой ценой? Какой ценой затраты времени? Какой ценой на само передвижение? Как много топлива тратится для того, чтобы поднять многотонную железную птицу вместе с пассажирами или грузами в воздух? Продержать ее там несколько часов? Либо перелет с континента на континент 12, например, часов. Это невообразимые затраты. И при этом ежесекундно наша экология, наш воздух и ресурсы нашей планеты страдают и очень сильно ослабляются. И это наши аэропорты. На самом деле, если вы посчитаете все время от момента, когда вы собрались, вышли из дома с чемоданами, сели на такси либо на автобус, добрались до аэропорта, пока сдали чемоданы, там подождали, пока дошли до ворот, где вас впустят в определенный автобус, либо сразу же к самолету, пока вы туда погрузитесь, делают все проверки, потом вылет и так далее. Потом еще обратная вся сторона, когда вы приземлитесь, выйдете, найдете свой багаж и на такси или на таком транспорте доберетесь до вашей остановки. С помощью струнных технологий весь этот путь может быть таким же либо меньше, только при этом абсолютно безопасным, без огромных затрат ресурсов нашей планеты и с потрясающей экологией, потому что не будет вреда от того, что мы используем его, не будет вреда от того, что мы так быстро перемещаемся. И это не фантастика, это, дамы и господа, реальность. И это то, что необходимо заменить. Но сейчас я перейду к главным проблемам нашего традиционного транспорта. Одна из них это железная дорога, вы понимаете, но не последняя, не самая важная. Все, что вы видите зеленым цветом, это металлические удавки, дорогостоящие, сделанные во много слоев. И так же, как и будет, следующий слайд, транспорт следующего слайда, это огромный перерез нашей живой поверхности планеты. Огромное количество опасности, огромное количество изменения поверхности для вод, где, с одной стороны, заболоченные местности, с другой стороны, например, без воды вообще остается какая-то территория, то есть, полная засуха, а здесь заболочивание. И это мы видим стоши рядом. Но железная дорога 150 лет помогает нам, конечно же, развиваться и когда-то, в самом начале еще, она была настолько необходима, что строили по 30 километров в день кирками и лопатами, обычным ручным трудом. Представляете, насколько это было важно и как тогда скорость увеличивала наше развитие. То, что мы могли перевозить такое количество грузов в весе и в штучности, это было очень важно. Но сейчас, с учетом погрузки и разгрузки, средняя скорость всего железнодорожного транспорта в мире, при том, что мы сейчас в 2022 году, составляет около 15 километров в час с учетом погрузки и разгрузки. Это абсолютно неприемлемо для человека 21 века, когда у нас в руках-то подобные технологии, и причем не просто в концепте или в идее, а уже конкретные компании, построены заводы, просертифицированы технологии, и даже уже строятся первоадресные проекты. Но еще не все знают об этом, не все изучили то, что это все возможно, и то, что это приносит настолько большую пользу. И это наша железная дорога, которая покрывает часть планеты, наш первый уровень, где живет все живое, флора, фауна и человека. То есть мы часть этой природы, и на этом же уровне, где находится все это живое, не должно быть технологий, которые опасны, которые мертвы, и особенно которые перестали быть настолько эффективными. Но чтобы лучше прочувствовать, насколько это неэффективно, давайте посмотрим вот сюда. Наш автомобильный транспорт. Самая опасная часть нашего мира. Потому что сейчас это одна из главнейших проблем нашего мира. Потому что именно этот транспорт, который когда-то был очень полезен, сейчас является главной проблемой, главным сбором здоровья, экологии, забором в себя без отдачи обратно человеку. Ведь эта технология, она сейчас не справляется, просто не справляется с восьмию миллиардами человек. Посмотрите на эти фиолетово-розовые линии. Это сиреневая разъедающая, так скажем, сетка, которая стягивает нашу планету, которая удавки, которые перерезают пути миграции животных, воды, нашу безопасность. Она находится на том же первом уровне. и нахождение в местах, где мы живем, в наших любимых домах, в наших городах, мы не в безопасности, ни по отношению к воздуху, ни по отношению к воде, которая нас окружает, потому что она впитывает все в себя, а здесь все практически с двигателями внутреннего сгорания, от чего сейчас необходимо отказаться и переходить на новые, так скажем, электродвигатели, но с пониманием откуда для них берется энергия. Из тех же способов выжигания недр нашей планеты или все-таки из экологических способов, геотермальных, ветряных, солнечных, либо иных, поскольку в 2022 век сейчас так много прозрений, прострелов, так много технологий всплывают вновь и вновь, и остановить это уже невозможно, ведь интернет объединил нас и дает возможность собирать, взвешивать и распространять полезную для нас информацию, стоишь ли лишь изучать и тем самым развиваться. Так вот, этот транспорт является самым большим забором пользы и здоровья, потому что около полтора миллиона жизней в год мы теряем на дорогах и в автотранспортных происшествиях. Около 10 миллионов человек становятся инвалидами ежегодно, то есть за 100 лет построив транспорт струнный второго уровня, экологичный, легко интегрируемый по всей планете, за 100 лет мы сохраним больше жизни, чем за все войны мира, которые были. то есть настолько большая ответственность лежит на нашем транспорте, на перемешении грузов и пассажиров. Именно с помощью подобной технологии, которая сможет это заменить и произойдет революция. Революция как в транспорте, так в скорости жизни, так и в нашей экологии. И это лишь будет первое доказательство того, что люди могут менять нашу планету и делать уже сейчас, здесь и сейчас, на этой планете, в этой реальности рай на земле с помощью экологических технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Прошу вас, зайдите на сайт unitsky.engineer unitsky.engineer только на английском. Либо пройдите на ютуб и напишите там Анатолий Юницкий Анатолий Юницкой и вы увидите как много этот человек изобрел, сделал, как много он предлагает. И не зря множество стран, и особенно Белоруссия в умеренном климате, Арабские Эмираты в тропическом климате, на официальном уровне сотрудничают с этим прекрасным ученым и его огромной командой. А компания SkyWorld Community в такое непростое время помогает всем этим людям стать частью этого дает возможность работать, помогать, заниматься созидательной деятельностью, то есть создавать лучшее для нашей планеты. И 8 миллиардов человек, мы самая движущая сила на этой планете. Мы можем все, нам стоит лишь объединиться для общей цели. Как вы думаете, дамы и господа, возможно ли это, по вашему мнению, чтобы люди управляли тем, что происходит на нашей планете, чтобы создавали технологии, те, которые им необходимы, чтобы это становилось не коммерцией, а улучшением жизни, освобождением, ведь сейчас так много технологий, такие алгоритмы, наши искусственные интеллекты, которые создаются, роботы плюс искусственные интеллекты под нашим руководством могут забрать половину, наверное, всех опасных либо рутинных дел на нашей планете, если правильно это сделать. И Анатолий Эдуардович знает толк в этом, и не только в этом, но и смотрит дальше. Не то, чтобы, как некоторые страны, рассматривают свое движение на 5, 10, 20 лет. У Анатолия Эдуардовича Юницкого разработка технологий на сотни лет вперед. По крайней мере, если мы используем все технологии, которые уже на данную секунду изобрел Анатолий Эдуардович, в ближайшие сотни лет наш мир станет раем, потому что у него есть и транспорт, и гумус, как восстановить нашу почву, как убрать пустыни, как сделать их снова плодородными, а природа будет помогать нам в таких, например, засушливых и сильно солнечных территориях забирать на себя солнце над поверхностью земли и до крон делать потрясающее пространство для жизни живых существ. Если вы посмотрите видео из Шарджа, из Арабских Эмиратов, вы увидите, что там просто Эденский сад растет и развивается в первом деревянном здании экологическом в Арабских Эмиратах, разрешенных только для строительства только Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Именно глядя на это, особенно присутствуя там, я это прочувствовал на себе, когда ты из пустыни заходишь в этот дом и тебе прям становится легче дышать. Ты слышишь птиц, потому что им здесь хорошо, они прилетают туда. Даже улей сам по себе образовался, пчелы прилетели, все цветы пахнут. То есть ты из мертвой пустыни приходишь в райское место. И это только начало. Мы даже не завершили еще первый проект, он уже на конечной стадии завершения, но уже показывает, что люди, объединяясь вместе, могут сделать это вместе. Надеюсь, и вы в это верите, и вы можете вложить в это свое внимание, потому что именно то, куда направлено ваше внимание, то и растет. С помощью подобных технологий, как предлагает Анатолий Эдуардович в своем эко-мире, мы сможем делать, так скажем, не только новые города, но и существующие города, потому что эти города, так скажем, изменения делать в существующих городах, потому что все технологии Анатолия Эдуардовича легко внедримы, то есть мы сможем внедрить подобные технологии, например, транспорта, куда угодно, ведь занимает минимальный землеотвод, чтобы, то есть там, где уже город работает, и у него есть пробки, есть загазованности большие, есть много неэффективности и опасности, с минимальной, так скажем, забором какой-то части земли мы сможем сделать этот город абсолютно обновленным, ускорить его, разгрузить дороги, потому что пассажиропоток без пробок, без загазованности, на втором уровне 150 км в час вы летите в нужное место, логистика, она увеличится в десятки раз, потому что человек действительно сможет успевать гораздо больше за один день, и не будет надобности пользоваться автомобилями так много, потому что есть более эффективный транспорт, с которым более удобно, а еще вы, когда находитесь внутри этого транспорта, вы свободны, вам не нужно ехать, вы нажали кнопку, куда вам необходимо добраться, на своем смартфоне, либо на самом транспортном средстве, либо на станции, и вы едете спокойно, хотите, можете наблюдать в окно за прекрасами нашей природы, за нашим прекрасным городом и как он развивается, можно работать, общаться с любимыми, учиться, либо даже вздремнуть, и знать, что мы в полной безопасности, и дремать придется не очень долго, потому что вы очень быстро доберетесь до места вашего пребывания. И я бы хотел сказать, что этот мир, который предлагает Анатолий Эдуардович, он прекрасно вписывается в то, что мы, так скажем, увидели, например, в Арабских Эмиратах, когда мы увидели, какие визуализации были сделаны для Объединенных Арабских Эмиратов, выглядело как будто так и должно быть. То есть, ну, да, смотришь, транспорт, он как будто так и должно быть, высотки, он проходит сквозь них, и это идеальная идея и реализация, то есть транспорт может проходить сквозь, строиться и сквозь уже существующую небоскреб, в одном из этажей убирается, так скажем, окошки этажа, мы устанавливаем собственные двери, которые будут связаны с каждым транспортным средством, и подходя, транспортное средство, так скажем, будет передавать сигнал для того, чтобы дверца открылась, и станция прямо на каком-то этаже здания, при том, что уже существующее здание никак не нужно будет практично, его не нужно будет кардинальным образом изменять, то есть, что на нем будет какая-то тяжелая станция, другие нагрузки, нет, наш транспорт проходит сквозь, и поэтому само здание может не получать никакой дополнительной нагрузки, то есть, когда находишься там, понимаешь, что этот транспорт прямо уже вот как 10 лет, а то и 20, должен был быть там, но чем больше это видишь и понимаешь, понимаешь, что это на всей планете так, по факту везде могла бы быть данная технология, очень жаль, что эра нефти так сильно задержалась в этом мире, и что настолько притормозила возможность Анатолию Эдуардовичу скорее и раньше реализовать данные технологии, ведь глядя на эту технологию, понимаешь, что она природная, в ней сохранены плавность линий, как в нашей природе. Анатолий Эдуардович всю жизнь изучал нашу природу и науку, изобретал, создал более 150 изобретений, и в каждом из его изобретений прослеживается одна философия содружества жизни живого человека, всего живого в нашей природе и нашего детища технологий. Ведь действительно наши технологии могут быть абсолютно полезны и безвредны, легко интегрируемы куда угодно. И как говорит Анатолий Эдуардович, если вы возьмете наш земной шар, ну, скажем, к примеру, глобус, раскрутите его, закройте глаза и поставите палец на любую точку, там будут необходимы технологии Анатолия Эдуардовича. Потому что, как я говорил, кроме транспорта и, например, гумуса, таких первых, ключевых, стартовых, будут еще эко-дома, которые он уже показывает в Белоруссии, которые себя обеспечивают, которые внутри садом. То есть, представляете, внутри дома у вас в гостиной целый сад, в котором спелый инжир, наивкуснейший растет. Озеленяемые крыши, чтобы не было, так скажем, мы не отбирали у поверхности планеты какую-то часть, как, например, делает это обычные крыши либо автодорога. То есть, там нету живого. Эта земля, она мертва, она не дает ни кислорода, не дает никаких плодов. Но с помощью технологии Анатолия Эдуардовича мы сможем это восстановить, заменить и сделать более гармонично для лучшей жизни. Также его эко-поселения и линейные города. Новые способы энергетики с помощью бурых углей исландцев и специальных микроорганизмов. То есть, стоит только поизучать эко-мир Анатолия Эдуардовича Юницкого и вы узнаете так много о том, что сейчас происходит, что даже удивитесь, а как это все время проходило мимо меня. Потому что 40 лет этот гениальный ученый пытается донести до всего мира, до всего мирового сообщества то, что есть иные способы. И для вас, дамы и господа, это все в открытом доступе. Стоит только нажать кнопку и вы уже пройдете в этот прекрасный путь. Unitsky. Ingenier или Анатолий Юницкий на Ютубе. Это гениальный человек. Я называю его пинчи нашего времени, хотя понимаю, что, наверное, даже их нельзя сравнивать, потому что то изменение, тот новый цивилизационный вектор, куда может направить нас Анатолий Эдуардович, с помощью его технологии мы сможем стать воистину космической цивилизацией. Потому что он создал уже, изобрел всю серию технологий, которая нас к этому приведет. И это прослеживается во всех его технологиях. Они супер безопасны, они невероятно оптимальны, они адекватны, и они очень актуальны. И то, что мы сейчас реализуем именно транспортную технологию, это не просто так. Потому что именно с этой скоростью, именно с этим улучшением и изменением экологии, мы сможем в ближайшие десятилетия достичь прекрасного сообщения для распространения будущих технологий. При том, что это сохранит огромное количество жизни, здоровья, ресурсов, времени, поверхности нашей планеты. И это только мы говорим о транспорте, а представляете, у него целая серия подобных технологий. Как я и говорил, более 150 изобретений сделал этот человек, более 20 минографий написал, несколько грантов ООН. То есть всю жизнь этот человек учился и созидал, создавал, делал лучшее. И знаете для чего? Не только для себя. Он делал это для мира. И я бы хотел сказать, не то, что только для себя, не только для человечества, но для всего живого на нашей планете. Для развития всей той благодати, всего того рая, который уже есть на нашей планете, и люди с открытым сердцем и открытым зрением видят, что она, этот рай, он уже есть на нашей планете. Так же, как и места ада, как я бы сказал, на нашей планете. Но именно от народа, от людей зависит то, какой мир мы передадим дальше. Ведь в наших силах создать мир, в котором хочется родиться. и это очень мощная фраза, потому что действительно, многие сейчас, понимая, куда движется часть технологий, как небезопасно находиться именно связанно с нашими технологиями вокруг нас, Анатолий Эдуардович предлагает абсолютно другой вектор развития, который порадует абсолютно каждого из вас, тот, кто захочет углубиться в данную сферу, в данные технологии, в данный вектор, что каждый человек сейчас, в 21 веке, влияет на то, что происходит в этом мире. И абсолютно все, что происходит в этом мире, влияет на каждого из нас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дамы и господа, вы согласны, что все, что происходит в этом мире на другом уголке планеты будет сейчас влиять на нас, даже если мы находимся в противоположной стороне, на нашей же планете. И также именно в 21 веке с интернетом, с такими возможностями коммуникации, передачи знаний, нахождение истины и помощи друг другу, каждый человек влияет на то, какой мир будет завтра. И, как говорит Анатолий Эдуардович, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей, мы берем ее взаймы у наших детей и от нас зависит, в каком мире будут жить будущие поколения нашей планеты. И я с ним полностью согласен. Именно сейчас от нас зависит, что у нас будет в будущем. Поэтому, дамы и господа, прошу вас, развивайтесь, интересуюсь. И, конечно же, стоит начать со SkyWorld Community и Анатолия Юницкого. С помощью его технологий, с помощью его разработок, мы создали невероятные возможности для абсолютно каждого человека на планете. Потому что возможности Unisky String Technology сейчас это фантастика, которую можно было назвать фантастика, ведь мы сделали новый вид транспорта, причем многосерийный, под разные необходимости в этом мире. То есть, под разные участки, под разные климаты, разные виды трасс, разные виды транспорта, разные пассажиропотоки. Настолько много деталей в данном производстве. Более 80 конструкторских бюро, у нас десятки тысяч квадратных метров офисных площадей, несколько заводов, огромное количество сертификатов, и все это было сделано с помощью людей. Гениальный ученый и его единомышленники. Более 500 тысяч человек объединились вместе для того, чтобы создать наилучшие технологии для нашей планеты. Еще раз обращу ваше внимание не только для человечества, а для всего живого на нашей прекрасной планете Земля. конечно конечно же всему есть предел, всему есть разумное завершение, и так скажем крепкий старт, после которого наш мир будет становиться все лучше и лучше. Как где-то есть точка невозврата, после которого мы не сможем восстановить наш мир, так есть и эта точка, после которого у нас точно получится все. И на самом деле это выход на самофинансирование. То есть задача завершить наш проект, чтобы завершить нас весь проект, необходимо получить все сертификаты для того, чтобы абсолютно уверенно предоставлять эти сертификаты абсолютно любому заинтересованному лицу, либо государству, либо корпорации, которые хотят построить на своей территории этот вид транспорта. Для того, чтобы это было возможно, и мы получили все сертификаты, все задания по сертификации, строительство, испытания, демонстрации, сертификации, были разделены на 15 этапов. И, конечно же, каждый этап стоил определенное количество ресурсов. И этап за этапом каждый день в течение последних шести лет мы продвигаемся в сторону реализации. И в данный момент мы уже завершаем 14 этап из 15. То есть, получается, во всю сертификацию было вложено уже так много сил, и сейчас мы на финишной прямой. После завершения 15 этапа, это буквально ближайшее время, компания будет полностью готова, она выйдет на самофинансирование, ей больше не нужно будет помощь окружающих людей, потому что у нее есть все сертификаты, у нее есть предзаказы и заказы, у нее есть все заводы и производственные мощности, чтобы выполнить эти заказы, и есть огромный штат, практически тысячи человек, и который будет разрастаться все больше и больше, высококлассных специалистов, которые смогут обеспечить развитие и строительство, разработку и обновление и улучшение всех данных технологий по всей планете. То есть получается весь этот тяжелый процесс, который вы могли себе представить, он почти уже завершен, мы уже почти закончили, и эти более чем 500 тысяч человек, объединившись вместе, сделали то, что раньше казалось, наверное, невозможным большинству, но мы это уже сделали, потому что сейчас первые адресные проекты, они уже запущены, они уже строятся, то есть по тем сертификатам, которые уже есть. Некоторые страны не стали дожидаться окончания проекта, чтобы точно, как некоторые говорят, убедиться, что у вашей компании есть будущее и все получится. Те, кто наблюдают в течение последних лет за развитие нашей технологии, уже вчера, уже в прошлом году хотят и реализуют уже то, что у нас просертифицировано, а мы по-прежнему продолжаем двигаться дальше и заканчиваем наш 14-15 этап. Ведь там так скажем большой пассажиропоток. То есть вы понимаете, с каждым этапом сначала было мало людей, мало сделано, большие риски того, что чего-то не получится и получается каждый этап нужно было мало ресурсов, чтобы его сделать и мало действий нужно было сделать. И с каждым этапом, раз мы расширялись, больше людей, больше доказательств, больше ресурсов и больше мы можем сделать. Поэтому самые последние этапы, они самые дорогостоящие, самые важные и самые инновационные, потому что именно здесь мы прорабатываем транспортные средства и трассы для фантастически огромного пассажиропотока, которые смогут заменить нам и железную дорогу, и автотранспорт, и метро. То есть представляете, это с таким пассажиропотоком, который есть у метро. То же самое и про грузовые транспортные средства, перевозка грузов, то есть передвижение, так скажем, в эру потребления, я считаю, самого важного аспекта, это грузоперевозки. Кстати говоря, это является же и самым дорогостоящим и прибыльным бизнесом. Может, поэтому мы не вообще не за один год молниеносно все развили, а все-таки пришлось несколько лет развиваться, потому что кто-то явно не хочет отпускать свой уже работающий, но не всегда эффективный и уж точно не экологичный бизнес. Но сейчас люди все больше влияют на то, чтобы все вокруг них стало экологично, потому что особенно, когда люди становятся родителями и желают своим детям лучшего, начинается более лучшее ощущение окружающего мира и стремление улучшить его. хотя бы для своих детей, а потом понимая, что и другие дети такие же прекрасные, такие же любимые и для них тоже. В итоге мы стараемся не только для нас, но для будущих поколений. А когда мы изучаем Анатолия Эдуардовича, мы понимаем, что мы не для одного вида стараемся, а для 12 миллионов видов разной жизни. И этот процесс сертификации этими людьми в разных странах он по завершению докажет, что люди влияют максимальным образом на то, что происходит в мире. Люди имеют возможность действительно создать рай на нашей планете. И люди решают в большей степени народ на нашей планете решает, что будет проходить, происходить с нашими государствами, с нашими технологиями и с нашей прекрасной творческой жизнью. Ведь, глядя на подобные города, где нет пробок, загазованности, кому надо, конечно, пользуйтесь, пожалуйста, электромашинами на тех дорогах, которые остались. Ну, потому что зачем снова брать в руки пейджер, когда у нас есть смартфоны, где есть все, и это вау, как полезно и удобно. Чем пользоваться чем-то старым и не особо полезным, не особо удобным, потому что эволюция произошла, революция произошла. Это буквально в ближайшие годы мы увидим в разных странах нашего мира. И потом, как сказал один друг, да как только будут построены первые трассы, и люди увидят это, почувствуют, а те, кто связаны с цифрами, с аргументами, увидят статистику перевозки грузов, пассажиров, насколько это полезно, безвредно, безопасно, эффективно, как сказал, как сумасшедшие государства и корпорации будут обращаться, чтобы как можно быстрее у себя в стране, либо на своей территории, построить такой струнный транспорт второго уровня, потому что он просто изменит до неузнаваемости возможности людей на нашей планете. Ведь пассажирский транспорт, это лишь одна из частей, это то, что ускорит людей, их добор, их торговлю, их учебу, их работу, при том, что абсолютно любая страна и любой город, любая деревня сможет позволить себе такой транспорт. Минимум ресурсов, минимальная стоимость, потому что все традиционные виды транспорта стоят гораздо дороже, строятся тяжелее, занимают больше пространства, больше ресурсов, больше времени, и самое главное, на долгие, долгие десятилетия притягивают эксплуатационные расходы, огромные, но с помощью технологии струнного транспорта мы сможем сделать более эффективный транспорт и при этом меньше затратить, как на саму реализацию, так и на эксплуатацию. Ну и представьте, если 150 км в час, потрясающая логистика, в существующих городах мы можем пустить сквозь здания этот транспорт без особо сильных усилий и затрат. Хотим вдоль квартала, хотим по диагонали хвата, хотим на 38,5 градусов этого квартала сделаем транспорт. Над реками, над озерами, над оврагами, над домами этот транспорт может быть интегрирован куда угодно и абсолютно просто. Ну а что говорить про 600 км в час? Вы представляете, вы за один день сможете посетить несколько стран по своей работе и очень быстро, не тратя больше времени, чем сейчас, вернуться домой к своей семье. За один день. Как увеличит возможность каждого специалиста подобный вид транспорта? Это просто потрясающе. И это нас ожидает уже в самом ближайшем будущем. Но если говорить о пользе и эффективности, то представьте, как возрастут возможности наших грузоперевозок. Самый дорогостоящий бизнес в мире, физический эквивалент перемещения, особенно в эру потребления. И Анатолий Эдуардович изобрел абсолютно все, что необходимо. И туда, куда нельзя проложить дорогу, либо железную, куда не может добраться автотранспорт, чтобы, например, получить какую-то руду, либо полезные ископаемые, этот струнный транспорт можно будет установить, например, ленточного типа, и добывать все, что нам необходимо. Перевозка жидких, сыпучих, штучных грузов, юнитраки. Они будут выглядеть примерно вот так. В любой части мира. Либо юниконты. То есть перемещение любых контейнеров любого размера, длины, хоть 20, хоть 40 футовый, до, если не